Сегодня волгоградские альпинисты приступили к демонтажу рушащейся облицовочной плитки на новом доме номер 30 по улице 51-я Гвардейская в Дзержинском районе Волгограда. В течение трех дней работу должны закончить, а вот что будет дальше, неизвестно. Мне кажется, просто снимут плиты, чтобы на голову никому не упало. А как люди будут мерзнуть, так и будут мерзнуть. Дождь идет, минплита мокнет, все мокнет, все трещит. Пройдите мимо нашего дома, вы услышите, треск идет от нашего дома. И никого дела нет. Управляющая компания «Энергопром» не хотят, чтобы на них подали в суд жильцы дома или пострадавшие вдруг, если это произойдет. Поэтому во избежание такого случая они сняли эти плиты. Будет ли восстанавливаться, потому что квартира будет покрываться плесенью, придет зима, влага. Они ответили, что нет, восстанавливайте за свой счет, если хотите, пожалуйста, свои квартиры. У нас денег нет. Вот так вот ответили мне. И вот хотелось бы узнать, кто-нибудь будет заниматься нашим домом или нет. Кто будет заниматься проблемой новостройки и главное, когда, до сих пор непонятно, хотя дом находится на гарантии. Сами жильцы обсуждают вчерашнее падение плитки на автомобиль гостей нашего города. Они приехали к родственникам, проживающим в заполученной высотке и признаются, что опасаются за жизнь своих детей. Вчера, например, я был свидетелем, как вот упала плита на машину. У меня дети так же. А если бы на ребенка упала? Зашел в арку, и как раз стояла машина, началась буря. Пошел ветер в арку, вот это все, и упала плита на машину. Заднее стекло полностью почти там разбилось. Хорошо водитель успел вытащить ребенка вовремя из этой машины. А то бы все. Просто убило бы ребенка. И не человека, как раз, просто убило. У меня тоже на машину падало, правда, на другую. У меня тоже плитка упала, вот как раз здесь конкретно, падала на мою машину. Пару лет назад, как въехали сюда. Вы там судились? Ну, я пытался судиться с застройщиком по поводу этой квартиры. Это бесполезно. Слишком много денег потратил. У меня трое детей, и каждый раз идешь и думаешь, не упадет, не прибьет. Они с нас пытались. Они пытались в нашу квартплату включить ежемесячный платеж. Это выходит в полтора раза больше квартиры. То есть 6 тысяч я плачу за квартиру, и еще где-то около 8. За вот это дело пытались. Мы все проголосовали против, и они сказали, как хотите. Хотя учредитель у компании и застройщик один и тот же, Щербинин. То есть наша управляющая компания, это его компания по застройке. Пахнет, по-моему, мошенничеством. Пока мы беседовали с жителями, подъехал и Роман Кравченко. Живет он в городе Надыме Ямала-Нинского автономного округа. Рассказал, как пытался купить заднее стекло на свой автомобиль. Однако в наличии стекол не было, их надо заказывать. Только остановился, припарковался и услышал удар, пыль. Сначала ничего не понял, произошло. Жена кричит. Поворачиваю голову, смотрю, а у меня в зеркало посмотрел. Торчит какая-то штука над головой ребенка где-то на сантиметрах 15. Буквально до этого останавливались перед въездом в Волгоград. И солнце, чтобы ребенку не пекло, поставил подушку туда. Ну, по факту, подушка и спасла, обычная подушка, синтетическая, спасла жизнь моему ребенку. Сила удара была такая, что промяло крышу, дверь, стекла, вдребезги и все. Он рассказывает о том, как вызывал ГИБДД, писал заявления о проблемах, которые у него теперь на работе. Но разве это волнует тех, по вине которых плитка разбила его машину? И тем не менее признается, что счастлив, что его двухлетний ребенок, жена, он сам остались живы. Я в шоке, потому что это небезопасно. Я никогда не видел, чтобы новый дом так ужасно выглядел. Волгоград мне очень нравится, я люблю этот город. Но вот этот случай подвел меня, и на работе грозит увольнение, потому что я не успеваю в срок вернуться. Мне надо или машину здесь оставлять, или как-то лететь, искать средства. А конец отпуска денег уже нету. Поэтому не знаю, что делать. Геморрой жесткий. Он постоянно повторяет, что до сих пор находится в шоке. И не понимает, как можно создать ситуацию, реально угрожающую жизни людей. Редактор субтитров А.Семкин